Привет, друзья! По газонам не ходить, так было написано раньше. Да, очень чёткая команда, чтобы не топтать зелёную траву. У нас тоже есть зелёная зона. Когда мы подбираем приёмы по методу ключа, мы подбираем по критерию индивидуального соответствия. Это очень важный момент. Потому что мне иногда пишут, мне кто-то сказал, кто-то у кого-то когда-то слышал, что можно делать, разгрузку напряжениями такими, чтобы преодолевать боль, или разгрузку делать по полтора часа надо. Но это всё ерунда, это глупость. Потому что по газонам не ходить. У нас есть критерии индивидуального подбора, приёмов путём их перебора по зоне максимального комфорта, то есть по зелёной зоне. Имеется в виду, чтобы вы подбирали себе именно те действия, которые синхронны текущему вашему состоянию в данный момент их практического применения. То есть не жаль. Когда вы примеряете ботинки, например, в магазине, вы подбираете по своему размеру. И эти приёмы и упражнения надо подбирать именно по критерию индивидуального соответствия, повторяю. То есть по зелёной зоне. По критерию максимальной комфортности. Максимальной комфортности. То, что вам легче и приятнее, то и делайте. Это касается и синхрогимнастики, которая короткая, которая для тонуса, для повышения творческого и физического какого-то вашего могущества, чтобы вы могли любую препятствию преодолеть, настроиться, снять нервно-мышленные зажимы, раскрепоститься. Эта же зелёная зона, этот критерий индивидуального подбора путём перебора по зелёной зоне относится и к разгрузочным действиям, которые подольше, не одна 5 минут, допустим, а минут 5, 10, 15, 20, то же время продолжительности, так называемая доза, тоже регулируется по зелёной зоне. Если вам трудно делать какое-то действие, например, разгрузка, или плавательное движение, или шалтай-болтай, или делаете лыжника, или как бы скакать на коне, это вас разгружает, вам приятно, или вы делаете дирижёра упражнения, вам приятно, но если через 5 минут вы чувствуете, что у вас плечо болит, прекращайте, ни в коем случае нельзя пересекать зелёную зону. Повторяю, по газонам не ходить, не топтать эту зелёную зону. Это зелёная трава, это зона свободы, зона комфорта, зона максимального соответствия вам, зона максимальной приятности и простоты повторяемого действия. и так, в заключение скажу, что если вам кто-то говорит, который не в курсе, который не специалист, который не профессионал, который у меня вот постоянно со мной не на связи, который не получает всё новое и новое, и скажет, что надо час делать разгрузку, или час делать сихрогимнастику, значит, это не мой специалист, не мною обученный специалист. Он даже просто не в курсе. Вы представляете? Повторюсь, зелёная зона, зона максимальной комфортности и в синхрогимнастике, и в разгрузке для восстановления. Да, и тогда вы будете чувствовать себя очень комфортно, так хорошо будете себя чувствовать, как гора с плеч. Да, а всё остальное, это уже детали, это уже методики, какие именно приёмы вы подбираете, какие именно упражнения делаете, чем они отличаются, и так далее, и так далее. Потому что мы в итоге же должны, пользуясь этими приёмами, выработать навыки. И потом вы уже это делаете просто в уме, а потом вы уже только по своему желанию, уже без всяких упражнений. Да, в обычной жизни, в реальной обстановке уже пользуюсь навыками. Итак, зелёная зона. Я надеюсь, все поняли. По газонам не ходить. Зелёная зона.